МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Персона» на Первом областном. В Орле впервые пройдет межрегиональный фестиваль любительских театров. Название ему «Альма-Матер», и оно говорит за себя в роли матери, кормилицы и родного вуза Орловский институт культуры. С конкурсными работами выступят выпускники разных лет. На сцене учебного театра «Диагональ» покажут спектакли, там же прозвучат чтецкие работы, будут и мастер-классы. Начнем кадрами одного из участников и далее интервью. Субтитры создавал DimaTorzok кафедры профессор Валерий Иванов. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Взаимно. Я вас поздравляю с тем, что 19 апреля откроется первый межрегиональный открытый фестиваль «Альма-Матер-2019». И первый вопрос, конечно, с этим и связан. Это год театра вас вдохновил настолько, чтобы позволить на себя такую трудозатратную, но такую творческую работу? Ну, наверное, не только это. Хотя, конечно, каким-то образом празднование года театра в России имеет значение для возникновения этого фестиваля. Но основная, мне кажется, задача у нас была в том, чтобы протестировать наше культурное пространство региона, наших выпускников, обозначить как-то границы творческие этих выпускников в регионе, и найти, ну, где-то возобновить, где-то более расширить контакт с этими выпускниками, и вообще с людьми, которые занимаются любительским творчеством, театральным. Потому что, наверное, театр, недаром такая существует фраза, весь мир театр, а значит, люди в нем актеры. Хотя, конечно, наверное, это условное понятие, но, во всяком случае, влияние театра на общественную жизнь очень большое. И мне кажется, чем больше людей будет вовлечено, хотя в любительский, даже не только в профессиональный, в любительский театральный процесс, наверное, более чище, духовнее будет наше общество. Поэтому мы решили вот таким образом как-то обозначить точки соприкосновения с нашими выпускниками, потому что мы работаем для того, чтобы они потом несли доброе и вечное. Да, и поэтому возникла эта мысль. Ну, и еще, наверное, такая цель была каким-то образом познакомить выпускников наших школ, выпускников других регионов, с нашим институтом, с нашей кафедрой. Конечно, потому что в наше время качественный набор имеет большое значение, и для нашего института это тоже очень актуально. Так, правильно ли я понимаю, что, получается, главная сверхзадача фестиваля – это провести такой своеобразный срез вашей же работы, потому что среди участников ваши студенты, бывшие выпускники, а в жюри – ваши преподаватели. Вы знаете, у нас пока… Вообще надо сказать, что наш фестиваль, он состоит как бы из двух этапов. Ну, во втором этапе конкурса «Еще-тецов» мы скажем, может быть, отдельно. А вот сам фестиваль мы пока не обозначили как конкурсный. Это фестиваль «Смотр», фестиваль-линейка такая, да, где будет работать экспертный совет, и по завершении каждого фестивального дня это экспертный совет, которым как раз педагоги нашей кафедры. Давайте назовем, кто эти люди. Да, ну, прежде всего, конечно, нужно назвать Ольгу Ивановну Князеву, человека, которого многие годы возглавлял нашу кафедру. Человек, при котором, при его руководящей роли которого произошел в 2001 году первый фестиваль. Мы назвали этот фестиваль первый, потому что он как бы нового времени первый. А вообще у нас был фестиваль «Альма-Мата». В 2001 году он один раз прошел, и в силу разных причин потом мы не проводили его, но тогда у нас очень большой был фестиваль. Именно Ольга Вячеславовна была инициатором, организатором этого фестиваля. И тогда у нас были выпускники с Украины, с Москвы, с разных городов России, очень дальние даже города, не то что наш регион. Поэтому вот этот фестиваль, он и называется первый, но, в принципе, по сути, сезон второй фестиваль. И надо сказать, что как раз вот Ольга Вячеславовна, она тоже является таким очень важным членом экспертного совета, до сих пор она в строю символом кафедры. Конечно, потому что наряду с Михаилом Ивановичем Лазарем и с Разенким Александром Савичем, людьми, которые как бы начинали жизнь кафедры. Ольга Вячеславовна с первого дня на кафедре работает. Это человек из немногих, наверное, который как раз именно основатель кафедры, тогда она еще была молодой выпускницей Московского института культуры, но она была. Смотрите, раз уж мы заговорили об этом, кафедра режиссура актерского мастерства, ровесница самому институту. Да, несомненно. Можете ли вы сейчас сказать, что действительно в Институте культуры Орловском сформировалась своя школа режиссура и актерского мастерства? Орловская школа. Как существует знаменитая, там, Питерская школа, Московская, театральная школа. Ну, наверное, нам очень сложно конкурировать с московскими брендовыми какими-то вузами, такими как Гитиста или Щукинская, Черечащепкинская и тому подобное. Ну, в определенном образом, конечно, сложилось, потому что... А что вас отличает, как вам думается? Ну, прежде всего, давайте так говорить. Прежде всего, нас отличает то, что, как говорит наш ректор Николай Александрович Паршиков, нашего студента видно издалека, у него улыбка добрая. Мы прежде всего начинаем процесс обучения вот с такого человеческого фактора. И потом уже будет видно, в принципе, может быть, в каких-то случаях этот человек и как-то, ну, не соприкоснется с дальнейшим обучением, потому что некоторые вещи, наверное, здесь очень важны. Раз. Второе. Это какое-то очень бережное, очень такое душевное отношение к каждому ученику, каждому выпускнику, каждому битуриенту и студенту. А в дальнейшем вот эта какая-то определенная тщательная работа в актерском мастерстве, в режиссерских приемах, она переносится потом нашим выпускникам, которые несут это в дальнейшем в общественную и творческую жизнь региона. Потому что очень много выпускников работает в регионе, и вообще в разных городах, и за границей в том числе, конечно. Конечно. Это, наверное, еще какое-то особенно бережное отношение к классическим произведениям, к сценировке, к интерпретации прозаических произведений в классиках. В традициях кого? Станиславского все-таки? Ну, естественно, конечно. Но у нас вообще театральная школа, она как бы в традициях Станиславского. Потому что, понимаете, у нас кафедру образовывали люди, которые заканчивали московские вузы и в ГИТИС, и Щукинское училище, и в том числе Московский государственный институт культуры, где как раз вот Ольга Вячеславовна, выпускница Новицкой, вы знаете, ученица Станиславского. Поэтому, конечно, вот московская школа какая-то, она получила определенную интерпретацию. Старая, добрая, классическая. Но она, конечно, развивается на нашей кафедре, и по-другому, наверное, быть не может. Хотя мы интересуемся различными направлениями. И наши педагоги, они разнообразно в творческом таком плане развиваются. И современная драматургия, я знаю, вырекаются. Современная. Вот, например, да, тут же спектакль, который будет показываться студентами нашей кафедры. Это Юлия Головина, Франция. Это спектакль, такой совместный проект студентов нашей кафедры и студентов в кафедре хореографии. Там работает один из... Наша выпускница. Да, и режиссер наша выпускница. Педагог нашей кафедры Рязанцева Екатерина Викторовна, старший преподаватель, которая закончила в Санкт-Петербурге, потом магистратуру в Санкт-Петербургском институте культуры, и теперь успешно трудится на нашей кафедре. Вот она очень часто обращается и к современным, к классическим и современным произведениям. Надо сказать, что, в принципе, вот студенты и преподаватели интересуются всеми исторальными процессами, которые происходят у нас не только в стране, но и за рубежом. Поэтому мы часто выезжаем на фестивали, в том числе за рубеж. Я лично побывал на разных фестивалях европейских стран, и это в Испании, и Франции, и в Венгрии, в Болгарии. Так, у вас большой фестивальный опыт, да, это действительно тоже... И мы, конечно же, смотрим спектакли других коллективов, театров, других стран, которые тоже позволяют обогатиться, какие-то новые приемы. В том числе у нас очень много людей, педагогов, которые занимаются творчеством Михаила Чехова, например, и его, так сказать, наследие. И в том числе и теоретическом, потому что у нас есть на кафедре педагоги, и которые занимаются успешно теоретическими изысканиями в области театрального искусства, конечно же. И Чистюхин Игорь Николаевич, и Титов Александрович, такие кандидаты наук, доценты, и профессор Титов. Вот, и поэтому у нас как бы идет процесс такой и теоретический, и практический средний, потому что одно без другого, наверное, не существует. Вот таким образом. А так, да, я не закончил. В экспертном совете также у нас и Лилия Катерина Иванова, она доцент, кандидат филологических наук, у нас один из опытных педагогов. Валентина Николаевна Ермолова, прекрасный педагог. Будут оценивать речь в том числе. Да, да, конечно же. Владимир Николаевич Торгашов, который у нас, в принципе, в области, наверное, один из немногих специалистов по пластической режиссуре. Долгие годы он работал за рубежом в Англии, во Франции, в Германии. В театрах. И является членом Международной гильдии режиссеров по пластике. У него такой большой диплом, международный, европейский. Вот, у нас там присутствует также и вот наш педагог, замчитель Жукова Наталья Ивановна. Выше упомянуто, Александр Ильич Читов. Многие другие, которые, в принципе, работают на кальтере, и которые уже имеют определенный опыт для того, чтобы в разговоре с руководителями вот этих театральных коллективов могли и помочь, и как-то обогатить, и, ну, подвести определенный итог. Посмотрим фрагмент еще одной работы, будем продолжать. ПЕСНЯ Давайте теперь подробнее остановимся на программе фестиваля. Что будет происходить, на каких площадках, в какие дни? Ну, прежде всего, у нас весь фестиваль будет проходить на базе Орловского государственного института культуры. Это очень важно для нас, потому что «Альма-Матер» называется, значит, мы используем собственные площадки. И вообще, это принципиально. Вы знаете, что у нас в последнее время и построен новый корпус, благодаря усилиям нашего руководства Николая Александровича Паршиковой, и руководству области, спасибо большое, и городу, которые нам помогают. Но традиционно наша кафедра базируется в старом корпусе, там, где намолено, там, где воспитывалось много поколений наших выпускников. Поэтому мы в помещении учебного театра «Диагональ», это будет пятница, это будет 19 апреля, торжественно откроем этот фестиваль. Открытие фестиваля намечено на 14.30, на половину третьего дня. Там соберутся участники, ну, может быть, некоторые коллективы чуть позже подъедут. Не все, но те, кто приедут заранее, а это несколько коллективов обязательно будет, наши студенты, а мы пригласили творческих людей из города, творческие союзы. Надо сказать, что как раз нашими соавторами, нашими компаньонами в этом является Союз театральных деятелей России. Спасибо большое Павлу Ивановичу Легкобид за служенному артисту. Орловское отделение. Орловское отделение, да, который будет деятельное участие принимать и в работе жюри, и на конкурсе честерсов. Большое спасибо нашему Государственному музею Ивану Сергеевичу Тургеневу, Ефреме Вера Витальевну. Здесь принимать будет тоже участие, и в жюри будет, и другие творческие союзы, и учебные заведения, наш колледж искусств в том числе. И вот здесь, в этом зале, студенты и преподаватели нашей кафедры вот приготовили такое представление торжественное на открытие, где будет объявлено об открытии этого фестиваля. И в этот же день у нас будет три спектакля. Это спектакли как раз орловских коллективов, которые базируются у нас в Орле. Это в 15 на 0 спектакль «Прощай, враг». Это режиссер Елена Иванчук, дом детского творчества номер 3, города Орла. Замечательная наша выпускница. Она вообще очень активно участвует в различных фестивалях. Ее коллектив, я долгие годы был в Курске на фестивале. Представителем жюри она там тоже часто была. И поэтому мы будем очень рады видеть этот коллектив. Он действительно очень интересный. Я попрошу, но вот не в обиду всем участникам, но мы совсем только коротко можем пройтись по программе. Далее у нас Тургенев, Бежен Луг, Телемилитриам, где страна, где нет волков. Да. Это тоже город Орел. Да, это город Орел. Это у нас дворец пионеров и школьников имени Гагарина. Так, и круглым столом все завершится в 19 часов. Да, круглый стол как раз это подведение итогов дня и общение с руководителями коллективов. Давайте о межрегиональности фестиваля поговорим. У нас будет в гостях город Курск. Курск, будет Брянская область. Брянская область. Кто еще? Тульская область будет у нас. Вот спектакли разнообразные. Вот, например, с города Курска дворец пионеров. Это достаточно такие опытные старейшие коллектив, которым сейчас возглавляет вот Виктория Гарбузова. Она привезет свой спектакль. Молодая гвардия по Фадееву. Видите, сейчас достаточно такие процессы сложные. Идут осмысление литературы советского периода. Они нашли очень хорошее такое, мне кажется, решение и соединение современным днем. Поэтому мы будем очень рады видеть. Это, конечно же, спектакли, которые будут представлены из Брянска. Это Брянская область, город Дядьково. Спектакль детского театра Коломбина, Дядьковская детская школа искусств. Вот, Винокурова будет режиссер. Она наша тоже выпускница. Вот как раз Ольга Вячеславовна Князевой. И будем рады тоже видеть. И, в принципе, наверное, будет очень интересно. А что, по вашему мнению, дает это участникам фестиваля? Вот с точки зрения оценки экспертного сообщества, с точки зрения коллег по цеху? Знаете, во-первых, это возможность сравнить свое направление, свой творческий путь с коллегами, которые идут рядом в разных областях. В разных раз. Второе, подчеркнуть, что это театр, это искусство взаимообогащения. И поэтому, наверное, многие руководители не только при общении с экспертным советом, но и при общении друг с другом могут обогатить свой творческий багаж, каким-то образом, какие-то новые веяния. Обменяться адресами, обменяться своими фестивалями. Потому что фестивали проходят у нас сейчас во всех областях. Вот Курский сейчас скоро будет фестиваль. Да, в Орлето, фестиваль за фестивалем. В Орле сейчас весенние фантазии, да. Ну да, весенние фантазии вот сейчас дворец пионеров проводит, уже старейший фестиваль. Многие другие, да. Но здесь как раз именно твои сотоварищи, твои выпускники этой кафедры, может быть, даже выпускники одного педагога разных годов выпуска. Это очень интересно им определенность соприкоснуться, может где-то даже присоревноваться. Понимаете, у нас сейчас нет конкурса, но все равно оценка... Нет, вот я хотела как раз спросить о том, что Орловский институт, если посмотреть на наших соседей, ближайший-то у нас где? Вот в Брянске нет? Нет, в Брянске нет. В Белгороде есть он областной, ну как бы местный, да, в Мелгородске. Всего по стране немного? Сколько институтов культуры? Ну, вообще... 18, вроде как. 18 вузов, да, по стране. И все равно не бывает у нас конкурса. Кажется, что должно просто отбоя от желающих поучиться театральному искусству в Орле. Да, у нас, в принципе, вот в этом году мы набирали актерский курс. Логоша Валерий Евгеньевич, заслуженный артист, ведет с Маргаритой Валентиной Рыжиковой, заслуженной артисткой тоже, которой актеры являются театром свободного пространства. У нас, в принципе, каждый год достаточно хорошая конкурсная ситуация. И, естественно, конечно, мы заинтересованы в талантливых, хороших абитуриентах. Это тоже... А сколько сейчас человек на место конкурса у нас? Ну, вы знаете, в том году у нас было чуть больше двух человек, 2,4. А в лучшие времена? В лучшие времена были и 4,5, и 5 даже. Вообще, в Советской, если время вспомнить, у нас были курсы по 20 человек. И они набирались при конкурсной ситуации именно, понимаете. Сейчас набор, конечно, намного меньше. Потому что... Ну, наверное, до финала доходит больший процент. Ну, доходит, да. В принципе, знаете, тут есть, конечно, момент какой-то отсева, но мы стараемся, чтобы он был минимальный. Потому что, в принципе, конечно, мы стараемся при наборе уже сделать так, чтобы этот отсев уже был минимальный. Поэтому, ребят, стараемся брать те, которые увлечены театральным творчеством, которые хотят жить в этом. Что называется, знал, куда шел. Да. Валерий Ильич, вы сказали, что частые гости других фестивалей. Вот что из того, что вам понравилось, что из увиденного вы привнесли сюда в 2019 год, в Алюма-Матор 2019? Вы знаете, ну, первое, надо начинать, как театр начинается с вешалки, наверное, надо начинать с организации. Вот, вы знаете... Организаторов много, ответственные по каждому направлению. Да, вот, например, долгие годы наша кафедра сотрудничала с таким фестивалем, как и сотрудничает, как фестиваль «Золотой ключик» в Крыму, в Евпатории. И наши педагоги, наши студенты практически каждого курса... Каждое лето. Каждое лето туда ездят. Вот, и, наверное, вот, ну, мне кажется, мы там оттуда постарались взять такой организационный момент. У них очень хорошо продумано не только открытие, закрытие, а какие-то и мастер-классы, и встречи, и брифинги, и встречи со СМИ. Ну, и процесс общения между участниками. Они приезжают там, ну, у них там старейший уже около 23 года, даже 24-й год уже сейчас будет в этом году. Поэтому, конечно, у них наработан опыт. И вот этот момент умения свести руководителей, самодеятельных актеров, детские коллективы друг с другом, чтобы они взаимобогащались, мы постарались это сделать. Мы постарались так, чтобы каждый приезжающий иногородний коллектив будет встречен, мы определились, где он будет жить, каким образом будет... Вот этот, ну, и экскурсия по городу и тому подобное. Вот это, конечно, очень момент важный. Следующее, как раз работа экспертного совета, потому что очень важно даже, ну, например, вот в многих европейских фестивалях тоже, в принципе, не всегда бывают конкурсные фестивали. Конкурс чтецов, это суббота, 20 апреля. Это суббота, да, 20-го. Ну, у нас это как бы второй конкурс. Кого слушаем, чтобы происходить? Да. Второй конкурс. В том году мы начинали. Вот Татьяна Сергеевна Сагайдачная, она такой вдохновитель этого конкурса, человек, который занимается в том числе и речью. Хотя она очень многообразная, такой разнообразно развитый педагог преподает и не только речь, и актерское мастерство, и другие некоторые предметы. Вот, и поэтому вот мы при разговоре, при обсуждении на кафедре решили, что такой фестиваль, он у нас вообще проходил каждый год, но только в рамках недели театра. И зачастую там могли участвовать студенты нашей кафедры и смежных кафедр. Вот нам близких, просто вот кафедра РТП часто студенты тоже принимали, хотя и мы на конкурсе... И вот в этот раз еще расширили. А в этом, в том году уже мы расширили, у нас в том году уже было из шести областей люди. В этом году у нас вообще девять областей, как бы, и дальше из Москвы есть, и там Тула. Сейчас сразу вопрос, простите. Только лишь студенты, люди, имеющие отношение к институту культуры, могут прийти на чтецкий конкурс? Это открытый конкурс. Могут прийти в качестве зрителей вообще любые люди, все желающие могут прийти? Ну, вообще на фестиваль и на конкурс чтецов могут прийти. Мы всех приглашаем совершенно бесплатно, открыто. Мы будем заинтересованы, например, в людях, которые будут родители приходить с своими детьми, потому что они могут быть нашими будущими амбитуриентами. Мы хотели, чтобы они увидели, что это за институт, познакомились, что такое театральный творчество, чтобы это не пугало, потому что, вы знаете, о, там много работать и мало получается. Конечно, наверное, мы не самые работники культуры, самые высокооплачиваемые, но я вам скажу, что для нашего творческого процесса важны люди, и им это важно, что они уже как бы для этого родились, это их близкое, родное, без этого они не могут быть. И, конечно, мне хотелось, чтобы вот как раз это был такой процесс знакомства и с педагогами, и мы будем встречаться там со зрительным залом, разговаривать, потому что вот в этом году я набираю курсы, и мне, конечно, самому лично заинтересован. Профориентационная работа. Конечно. Еще раз повторяем, 19, 20 и 21 апреля. Да, 19, 20, 21. У нас каждый день будет несколько мероприятий, мне кажется, они разнообразные, они очень такие важные. А вот еще, мне кажется, важный вопрос для профориентационной работы в том числе. Можете ли вы назвать имена выпускников, есть ли вообще такие из выпускников, те, у кого получилось, ну вот, высоко прямо взлететь? Да, ну, конечно, есть. У нас Михаил Сигал, это знаменитый наш режиссер, который часто бывает в Орле, и он привозит свои фильмы, мы с удовольствием следим за его творчеством, за его победой. Ну, он, в принципе, заканчивал у нас. А вот это Михаил Заусалин, Максим Заусалин, это, помните, такой большой сериал о разведчике, военной разведке, где он играет главную роль. Это, конечно, Дмитрий Ербак, наш известный, Дима Зайцев, который в Москве уже такая мегазвезда, он актерское отделение закончил. Да, в области мюзиклов. Сложнейшая работа. Да, у нас много выпускников работает за границей, за рубежом, и в разных странах, и не только как актеры, например, а и как известные руководители театральных и школ, связанных с различными областями театрального искусства. Конечно, каждый год кто-то из ребят уезжает, конечно, и уезжает в Москву, и наши выпускники в дальнейшем, и дальше поступают. У нас есть выпускники, которые поступают в Щукинское училище на магистратуру, и вы знаете, это очень достаточно сложно. Именно на бесплатной основе это входят конкурентов из своих выпускников из Щукинского училища, и такие тоже, Чавычилова Ира, например, да, она сейчас успешно работает в Москве, в театре, и многие другие. Поэтому открыта дорога. А уж если говорить о наших орловских актерах, во всех театрах у нас работают наши возникли. В театре «Свободное пространство» их очень много, русский стиль на 80% примерно, это наши выпускники, в драматическом театре и кукольном. Мы выпустили целый кукольный курс, и там вот как раз этого курса работают ребята актерами кукольного театра. Вот Рая Овсяникова известная очень актриса и тому подобное. Мы заканчиваем. Давайте коротко резюмируем. На что нужно в обязательном порядке будет прийти и когда это увидите? Ну, вообще, надо сказать, что у нас фестиваль-то небольшой, три дня всего. И, конечно, лучше, чтобы приходили на все три дня. Ну, начало, конечно, торжественное начало всегда, это очень приятно. Вот, мне кажется, спектакль нашего института хорошо посмотреть. Может быть, кто-то интересуется пластической режиссурой, у нас такой будет мастер-класс, это совместный такой проект нашей кафедры хореографии, Сергей Павлов, выпускник, и наш преподогог Екатерина Рязанцева. Такая пластика мысли называется, это взаимодействие такого, да, мастер-класс такого психологического театра с пластическим театром. Мне кажется, тоже интересно, это будет у нас уже в субботу, этот мастер-класс после спектакля, который начнется в 16 часов, а вот мастер-класс 17-20 после спектакля «Франция». Ну, вот и на закрытии, конечно, мы хотели увидеть наших зрителей, чтобы мы не были в зале. Мне кажется, очень интересный спектакль, я уже говорил, Курского театра «Орликинг», поэтому тоже, наверное, будет интересно посмотреть. Я благодарю вас. Спасибо большое, что были здесь сегодня. Успехов фестивалю. Спасибо. В нашей студии сегодня был заведующий кафедрой режиссуры актерского мастерства ОГИК профессор Валерий Иванов.